Смерть на разлив. В Украине масштабы производства и продажи суррогатного алкоголя становятся просто угрожающими. Спиртное подделывают и в промышленных масштабах, на заводах, и точечно, в гаражах. И всё это на фоне постоянного подорожания алкоголя. Люди меньше пить не стали, зато стали больше покупать контрафакт, причём с риском для жизни. Только на этой неделе в Борисполе 6 человек погибли от метилового спирта. Как можно остановить потоки суррогатов на рынке? И какое наказание несут продавцы палёнки? Евгения Коваленко знает. Выпить по праздникам, чтобы расслабиться после тяжёлого дня или просто за компанией. Людям хочется выпить 100 граммов, 100-150. В нерабочное время и при хорошем закусочке можно. В итоге Украина в пятёрке самых пьющих стран мира. По данным Всемирной организации здравоохранения. В среднем за год наши соотечественники выпивают более 17 литров алкоголя. В лидерах водка, пиво и самогон. Дорожает водка, соответственно, какая-то часть людей переходит в том числе на напитки самодельные. Самогон, самодельное вино делают, самодельные коньяки и так далее. За последние несколько лет водка подорожала почти в три раза. А вместе с этим выросло и подпольное производство дешёвого алкоголя. По официальным данным, половина спиртного в Украине – контрафакт. В денежном эквиваленте это 5 миллиардов за год мимо госкассы. Но эксперты говорят, реальные цифры ещё больше. По данным самих игроков рынка, контрабандная водка занимает порядка 80% рынка. Подделки разливают в промышленном масштабе прямо на украинских спиртзаводах. После легальной партии сразу выполняют так называемый второй план. И тем самым неплохо экономят на налогах. Как появляется, я называю это серый спирт. С харчовой сыровины вырубляют, можно вырублять, например, одну колькість, с той самой колькість зерна спирту, а можно вырублять трошки більше. И оце трошки більше не фиксуется, не облагается податком. Поэтому продают его дешевле в небольших магазинчиках. Как их в народе называют наливайки, обычно находятся в спальных районах неподалёку от торговых точек. Вот, к примеру, возле стихийного рынка. Искать долго не пришлось. Вот она, чарочная. Работают без перерыва и выходных, поэтому посетители тут всегда. Заходим и мы. Бутылка водки в среднем 120 гривен. 100 грамм на разлив 20 гривен. Давайте заслураем. Ну, хорошая она. Не хорошая она. Любой вы не венеет. У вас клиенты не жалуются. Даже никто не на вынеет, не венеет. Вот, купили нашу чекушечку. Следующий пункт назначения – вот этот. Несмотря на жару, посетители спешат угоститься. Сразу видно – место популярное. Дешево и сердито. Берем. Вот только пробовать, пожалуй, не будем. Мы решили провести простой эксперимент с купленной в этой наливайке водкой и обычным бытовым спиртометром. Для удобства все переливаем в большую емкость. И измеряем содержание спирта. Норма – 40 градусов. А здесь вот только около 30. А теперь проверим водку в бутылке из другой наливайки. Измеряем. Как видите, здесь тоже нет обещанных 40 градусов спирта. А значит, чем-то разбавили. И это еще повезло, если водой. Кроме того, часто алкогольный разлив хранят в пластике, картоне или полиэтилене. Хотя это запрещено. Скляна, фарфоровая, керамика, або бляшанки алюминиевые с внутренним покрытием. Почему так? Потому что спирт – это рожчинник. Но опаснее всего, когда в напиток добавляют дешевые технические спирты. Если не соблюдать эти пропорции, получается в прямом смысле убийственный коктейль. Почти каждую неделю правоохранители находят подпольные цеха по его изготовлению. На этой неделе в Николаево изъяли почти 20 тонн контрафакта. Его хранили в этих бочках, канистрах и пластиковых бутылках. Из чего делали суррогат, покажет экспертиза. Чаще всего это метиловый спирт. Стоит дешевле, но употреблять его нельзя. Смертельно опасно. Последний громкий случай в Борисполе под Киевом. Там выпили 4 литра метилового спирта на семерых. Выжил из компании только один. Просто разбавили водой и пили церковь в межах 2-3 годы. Скарги были на погибшение зору. Канистру алкояда в дом принесла женщина. Она тоже погибла. Где взяла напиток, пока неизвестно. Но купить такую отраву можно в любом магазинчике или наливайке. Зачастую они работают без документов на алкоголь. Но посетители не жалуются. Цена нормальная. Потому что дорогую бутылку купили, пошли купили, взяли там себе 100 грамм и все. Два года назад по Украине прокатилась целая волна отравлений суррогатным алкоголем. Тогда умерли более 70 человек. Больше всего было пострадавших в Харьковской области. 60. Это село Иванчуковка. Здесь жил покойный Сергей Турко. Он выпил с кумом бутылку коньяка. Купил его в магазине напротив, который, кстати, работает до сих пор. Мать погибшего рассказывает, сын отмечал день рождения. На следующий день ему стало плохо. В этом же магазине брал коньяк еще один парень. Он тоже умер. Но собственник магазина, который продавал пойло, до сих пор не наказан. Семья требует 500 тысяч гривен моральной компенсации. В прокуратуре Харьковской области говорят, 12 смертей от суррогата доказаны экспертизой. Уже задержали троих производителей алкоголя в Харькове. Также судят владельцев маленьких магазинов в районах. Но рассмотрение дела затягивается. У нас два десятка потерпелых. Есть родители погибших, которые тоже вызваны потерпелыми. И это люди из дальних районов Харьковской области, которые не всегда имеют возможность приехать к суду. Вообще незаконное производство алкоголя отслеживает фискальная служба. Только за этот год закрыли почти полсотни таких нелегальных предприятий. Но это лишь капля в море. Ведь спрос порождает предложения. Евгения Коваленко, Светлана Шакера, Богдан Вербицкий, Ирина Дьяченко и Сергей Медведь. Подробности недели телеканал Интер.